Хочу сделать вкусный милкшейк, как в Макдаке. Ну, не обязательно, как в Макдаке, но вот мне очень нравится в Макдаке, в Бургер Кинге, милкшейки прикольные. Можно сделать самим, с любым вкусом и за 5 минут. Для этого нам понадобится миксер любой. У меня вот такой вот миксер, лёд, молоко и мороженое, любой по вкусу. Можно добавлять фрукты, хотел сказать овощи, но овощи, наверное, не стоят в молоку. Фрукты, мороженое того вкуса, какого вы хотите. И можно варенье ещё, если у вас просто ванильное мороженое, к примеру. Все ингредиенты на глаз. Знаете, глядя на это мороженое, у меня начинается трептофобия, болезнь повторяющихся пространств, отверстий. Ну вот, всё на глаз. Лёд, молоко и мороженое. Я взбиваю, потом смотрю, достаточно ли продукта или недостаточно. Пробую и снова взбиваю. Вот видите, я положила, добавила мало молока и много льда и мороженого. И у меня получился такой стоячий коктейль. Нужно ещё молочка добавить чуть-чуть и будет то, что надо. Ну вот, после этого можно не завтракать, не обедать и не ужинать после этого коктейля. Я никуда его не переливаю, пью прям вот из этого стакана. Лада Самара уезжает. В какой-то веке у нас очередь. В какой-то веке у нас очередь на заправку. Вообще такого давно не было. Стекло у нас, конечно, мрак. Просто мрак. Друзья, привет. У нас машина не дачников, а людей, которые любят устраивать пикники. В общем, у нас там сзади стулья какие-то. Я сейчас посмотрела, какие-то банки. В общем, сегодня первый день Курбан-Байрама. И мы сейчас ехали по городу. И знаете, до сих пор, честно говоря, люди режут барана прям вот посреди улицы. Прям посреди улицы, разделывают мясо. Тут же жарят шашлык. Ну вот как бы Турция, она такая Турция, что законы здесь как бы мало кому писаны. Да, вот особенно Адана говорят, что это отдельное государство. Мы едем развеяться в торговый центр. Жара немножечко спала. Да, торговый центр открыт, сегодня были, но они были открыты с 12 часов. Я долго искала, что мне надеть. Не знала, что мне хотелось что-то прикольное надеть на себя. Я нашла вот это вот шелковое платье, но оно не глаженное. По идее вот шелковое платье надо хранить в сжатом виде. А я его хранила не в сжатом виде, а в скомканном виде. И в принципе оно неплохо так смотрится, вот так вот. Но я делаю вид, что так и надо, что эта модель такая. У меня, по крайней мере, прохладненько. Но вот я сейчас посмотрела на себя в зеркало, здесь у меня что-то с воротничком какая-то беда. Вот. Но ничего страшного, у нас особо никого в городе не осталось. Я думаю, что в реале сейчас будет 3,5 калейки, и мы будем четвертыми. Смотрите, вот уже вечер, до сих пор продают барашков. Вот за белой машиной. Ой, не видно стало. Сейчас едем. Вот, до сих пор продают барашков и козочек. Что они делают? Я это видела. Вы это видели, что они делают? В общем, да, можно купить и зарезать. Прямо сразу же. Кто не успел это сделать с утра? Обычно это делается с утра. Вот. И особо слабонервный с утра не выходит из дома. Но принято нарядиться в этот день и пойти поздравлять всех в красивой одежде и в хорошем виде. Кстати, мне еще нравится, что вот у некоторых домов, у некоторых комплексов жилищных очень смешные названия. Вот. В торговом центре полторы тысячи человек. На входе стоит счетчик. Считает людей. Мне понравилось название вот у этого. Гюндоо-ду. Шишко. Напоминает вам, что если будете много есть, будете шишко. Шишко это толстый. Кстати, здесь не работают кандии. Они работают во всем торговом центре, но в фудкорте они не работают. То есть к нам доходит холод вот с других концов. Поснимаю вам витрину для ремонт. Мне понравились эти плетеные тапочки. Мне еще понравилось, знаете что? Сейчас, наверное, на меня будет ругаться парень, который стоит никого нет в магазине. Он прямо на меня в упор смотрит, что я снимаю. Сейчас, наверное, мне замечание сделает. Вот эта сумка понравилась. Круглая, плетеная. И вот эти кроссы мне нравятся, оранжевые. Очень крутая сумка. Смотрите, ну это макраме, да, по-моему? Шишко, кола, побележься. Смебелемся. 350 лир. Помните, я такие на улице купила за 50 лир? Здесь 200. Под кого это за коз, девчонки, напишите? Под Баленсиага? В общем, вот эти сумки в моде сейчас. Но это, по-моему, не кожа. Такая сумка бесформенная, типа тюлень. 224 тюлень, но, по-моему, это не кожа. Я, конечно, могу ошибаться, но, мне кажется, нет. Девочки, Зарь, вот эта коллекция Жомалонь. Очень интересная. Если вдруг его не знаете. Я тут еще одни духи, но не могу их найти. Ни одного тестера нет. Ни одного. Вот эти, что ли, я хотела? Подождите. Нет, не эти. Девочки, муж нашел мне шорт. Я вот очень хотела такие высокие парашюты. И не короткие. Такие, знаете. Ну, вы поняли, да? Но, не знаю, надо мне или не надо. Как думаете? Надо или нет? Такое мое мятое платье. Но оно мятое, а не так, как надо. Мятое, хаотичное. А должно быть сжатое в сосиску. Какое моя маска, кстати. Fashion, смотрите. Эта маска Fashion, она вам не мешает дышать. Но вы в маске. Вот, есть еще такие черные. Но я как-то черные, вот, не очень на лето. Вообще, тут обновилась коллекция, вы знаете. Хожу-бражу, пытаюсь что-то интересное найти. Вот, мне, кстати, нравятся еще эти блузки. Я же люблю животных. Симпатичные. Но, по-моему, они... Такое ощущение, что они синтетика. Сейчас посмотрим. Да, стопроцентная синтетика. Можно с ума сойти в нашу погоду. Нет скидок, вот, девушка сказала. Так что... О, кстати. Что это? А, что на классные? Так вот, немножечко пустовато. Чуть-чуть пустовато в этом году в Заре. Платье тоже милое. Мне понравилось. 249. Вот оно на манекене. Можно сдать свои браслеты свадебные и поменять на какое-то золотое украшение. Вот видите, турки смело подделывают Шанель. Но это Шанель из белого золота с бриллиантами. В Булгарии это, по-моему, браслеты. Тоже их подделывают золото. Вот. А есть еще вот такие детские браслетики. Я люблю турецкое золото, но я больше люблю на него смотреть, чем носить. Вот это вот как бы... Редко кто-то носит. В основном это свадебные подарки. То есть, видите, это просто чистое золото. Его можно переплавить. Ваш блудок. Его можно переплавить. Мне в катоне понравилось платье-фонарик. Не знаю, как его назвать. Он такое пушистое, как снежинка. У меня было такое платье-снежинке в детском саду. 200 лир почти стоит. И снова я своим глазом алмазом вижу ручную работу. Ну, или ручную, или фабричную. Но, в общем, это можно самим тоже связать. Вот в этом катоне отдел с коллекцией ручной работы побольше. Видите, здесь такое платье-тоненькое есть. По-моему, вот этой блузки там не было. Что я не припомню. В общем, они как-то перемешали здесь обычную одежду и... Одежду с ручной... с ручными элементами. Вот это я видела. Шорт не было. Ну, вот как-то так. Вот, это тоже ручная работа, смотрите. Симпатично очень на пляж взять себе такой палатик за 100 лир. Неплохая цена, кстати. Но у меня всего полно. И, кстати, эти вещи были когда-то очень в моде. Но их надо уметь носить. Жилетка кальянщика. Джинсы. Смотрите, какие. Мамса. Это тоже ручная работа. Стоит 100 лир. Мне понравилось в мудо платье. Оно очень качественно сделано. В индийском стиле. Прям ткани очень много. Не пожареет. 219 лир стоит. Ну, конечно, на камере оно так все смотрится. Но надо мерить, конечно. Это что-то такое... Узбекские узоры, да? Мне нравится. Но оно полностью светится. Это на пляж. Пляжная. Пляжный фалат. А я думаю, что можно еще надеть шорты. Однотонный топ. И вот эту вот тунику сверху. Ну, расстегнутую, разумеется. Будет очень красиво. Супер. 200 лир она стоит. Сейчас в моде такие платья размахайки. Вот. Она размахайка где-то чуть ниже колена. Оверсайз. 179 лир. Качество хорошее. Друзья, я так люблю Икею. Особенно ее запах. Я не знаю, у меня здесь такое умиротворение наступает. Я редко здесь что-то покупаю. Но очень люблю смотреть. Здесь так уютно. Мне понравилась эта тумба. Мне кажется, она очень стильная. Для такого рубанистического дома. Вот. Еще нравится такой пуф. И домик такой. Ну, такой страшненький. Для помушки. Вот. У нас микро-Икея. У нас неполноценная Икея. Мне муж раз говорит по телефону. Я отправила его, чтобы он мне не мешал снимать. А это что такое? Что это? Как вы думаете? Похоже на какие-то приспособления для бани. Пахнет баней, сауной. Мне кажется, что в свое время вот эта кровать была у всех. Она в моде была когда-то. Вот я тоже ее очень хотела. Но тогда вот о ней не было Икеи, когда мы обустраивали дом. И слава богу, что я ее не купила. Она сейчас мне вообще не нравится. Помните, я говорила, что мне надо в Икею, когда был карантин, чтобы купить вот такую коробку. Кстати, она идеальная. Очень советую вам вот эти коробки. Если у вас есть место под кроватью. Вот. Если у вас не база турецкая, а простая кровать. И знаете, что я сделала? Я решила не покупать очередную коробку. Я просто избавилась от части вещей. Вот и все. И необходимость в коробке отпала. Еще мне нравятся вот эти салатники. Но я не знаю, насколько они практичны. Потому что все-таки это дерево. Вот. И салатник, наверное, будет впитывать масло и все остальное. По идее, конечно, не должен. Вот эти тоже классные. Вот эти тоже классные. И они огромные. По-моему, в Паша Бахче я подобные видела. Но они очень тяжелые. Вот эта доска настольная. Так ставите всякие закуски. И поворачиваете, если вам что-то надо. А вот эта штука, кстати, нужна для того, чтобы делать суши. Не только для стола, по-моему. Но можно еще делать суши при помощи нее, обернув полиэтилен. Вот я думаю, что я потом созрею для суши. Я ее куплю, буду суши дома делать. Пока я не созрела для суши дома. И вот эти вот, как показывает практика, самые удобные доски. Силиконовые. Силиконовые, по-моему, не бывают. По-моему, силиконовые не бывают. Бывают пластиковые. Вот такие вот очень удобные. Деревянные все впитывают. А стеклянные тупят ножи. Эти классные. Но у меня столько досок. Надо их отдать, что ли, по-моему. Друзья, мы едим в Караташ. И по дороге в Караташ находится очень много фабрик всяких. Какая фабрика? Корм, короче. Ну, я думаю, что здесь не только фабрики по изготовлению корма для животных. Видите, она просто с обеих сторон. Вот. Я видела, здесь газированные напитки делают. И вот. И по дороге в Мерсин тоже много фабрик очень находятся. И... В общем, мы уже говорим, что в основном здесь фабрики, которые связаны с сельским хозяйством. А вот по дороге в Мерсин, там я видела и по шапах чей, и косметику, и все, все, все. Но благодаря этим фабрикам у людей есть работа. И еще здесь много полей. То есть засаженных полей чьих-то. Здесь каждый клочок земли засажен. Друзья, посмотрите, какое сегодня буйное море. Приплыли водоросли, песок с балом мучился. Но такая погода, как будто пойдет дождь. Кстати, всегда такая традиция есть у природы. После Курбана Байрама идет дождь. Какой бы месяц ни был, неважно. Всегда обещаю дождь. Идет сильная гроза, чтобы смыть всю кровь с земли. Вот сколько лет живу в Турции, всегда это замечаю. Сегодня третий день праздников. Мы приехали на наш пляж, в Караташ. Муж у меня в воде. Я уже наплавалась, вышла позагорать чуть-чуть, если честно. Солнышко уже вот в такой вот стадии. В моей любимой. Где оно, кстати, я вообще его не вижу. Вот, самое время загорать, мне кажется. Народу много. Вообще здесь обычно меньше народу. Ну, поскольку праздники, народу вот такое вот количество. Короче, мы вчера, ребят, представляете, собрались на море. Так, ветер, ну, я надеюсь, что слышно хоть что-то. Помните, а я нашла такое коричневое. В общем-то, туда-то-сюда и посмотрели на черты, а время уже было где-то 5 часов вечера. То есть ехать уже было просто, ну, не резон. Вот такая вот вчера история у нас приключилась. Высокоинтеллектуальное времяпрепровождение. Вот, ну да, такое бывает. Зато сегодня цели наши осуществились. Кстати, да, стало холодно, а муж пригорел мой пончик. В моем пончике купается теперь. Потому что он плавает очень хорошо. Вот, сегодня прохладно в кои-то веке. И, ну, я же говорю, видно по морю, что где-то идет дождь. Потому что Курбан-Байрам. Мы уже накупались. Собираемся ехать домой. Я вам хотела показать платье из Вайкики. И самый прикол в том, что оно было длиннее. Вот смотрите, длина. Оно было мне примерно по колено. Но я его постирала два раза. В температуре 40 градусов. И оно стало вот такой вот длины. Ну, теперь оно стало платьем для пляжа. Такой халатик бабушки. Вот, смотрите, ребят. Сейчас будут такие палатки. Вот. Это не цыгане. Это не... Здравствуйте. Это не бомжи. Это люди, которые работают в полях. Живут в этих палатках. Их привозят на работу сюда. То есть они там живут постоянно. Вот. Это не лагерь беженцев. Это вот все легально. Ну, относительно легально, наверное. Я уж не знаю. Документы я у них не проверяла. Там живут турки. Мы сейчас подъезжаем к пропускному... К пропускному... Господи. Я же всего лишь плавала на море. Ничего не пила. К КПП, в общем. И там такой узкий проезд. И полиция. Я сейчас попробую их снять. Но они, наверное, не будут этому рады. В общем, проявляют наличие масок в машинах. И вообще просто контролируют. Куда вы едете, откуда вы едете. Кто вы такой. Кого-то останавливают, кого-то нет. Нас еще ни разу не останавливают. Да, и выписывают штраф тем, у кого нет масок. У меня вот такая вот веселенькая. Сердечку меня. КОНЕЦ